Добрый вечер, уважаемые слушатели. Как всегда, после ДАМ, 22 часа, наша программа «Кавказский хребет». Я ее ведущий Дмитрий Старостин. Сегодняшнюю тему нашей передачи мы обозначили следующим образом. Ситуация в Азербайджане. Почему боятся талышского сепаратизма? Ну, многие наши слушатели, особенно те, которые бывали в Азербайджане и сами выходцы оттуда, знают в большинственном народе, как талыши, проживающие на территории Азербайджана, в основном, в юго-восточной его части. И сегодня мы приветствуем в нашей студии уважаемого гостя, главы талышской диаспоры, главу талышской диаспоры Исмаилу Шабанову. Здравствуйте, мой. Здравствуйте, добрый вечер. Мы очень рады вас видеть и надеемся, что сегодня у нас будет интересный разговор о проблемах талышского народа, о проблемах национальных меньшинств. В Азербайджане. Почему в Баку боятся талышского сепаратизма? Для начала я хочу попросить нашего уважаемого гостя, напоминаю, что с нами в студии нашей программы «Кавказский хребет» сегодня Исмаил Шабанов, глава талышской диаспоры. Ну, кратко, для тех людей, которые не очень хорошо знают проблематику, рассказать о том, что за народ талыши и какова их история. Но это, в принципе, уже кратко не получится. И каковы сейчас главные стоящие перед ними проблемы. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Талыши – это один из древних народов Кавказа. Значит, часть талыши живут на территории Азербайджана – это юг Азербайджана, вкладывают 7 районов Азербайджана. Это, значит, Астара, Терик, Масалу, Ленкаран, Биласуваш, Лен-Лапад, Ярдумли. И более 600 тысяч талыши живут в настоящее время в Иран. Мы живут основными на берегу Каспийского моря. У нас там природа очень красива. Значит, с одной стороны есть там море, с другой стороны – гора, весистые породы. Значит, там очень красиво. У нас талыши – это язык талыши – это ираноязычный. Значит, это один есть. Это есть древний язык нынешнего Азербайджана. До прихода, значит, турков-селуков в Азербайджан, был тогдашний язык Азербайджана – это был нынешний талышский язык. Поэтому мы сохраняли свой язык. И стараемся, несмотря на этот язык чуть ли не исчезло, мы старались сохранять этот язык, несмотря на то, что как бы ни хотели, власти как бы ни хотели, чтобы действительно это исчезло, но тем не менее мы благодаря усилиям наших людей, нашим энтузиазмам, мы его сохранялись, стараемся сохранить. Спасибо, господин Шабанов. Напоминаю, что у нас в гостях глава талышской диаспоры. Я, со своей стороны, скажу, что эта проблема имеет не только культурный или этнографический, но и политический аспект. Многие из наших слушателей помнят историю 1993 года, когда вот в этих самых семи южных, юго-восточных районах Азербайджана, о которых упомянул уважаемый господин Шабанов, была провозглашена так называемая Талыш-Муганская республика. Это было требование талышского населения, за ней стояло требование талышского населения создать автономию в составе Азербайджана. Насколько я понимаю, речь об отделении и создании сепаратного государства речи тогда не шла. Республика просуществовала недолго. В конце августа 1993 года она была подавлена военной силой. Это было вскоре после прихода к власти Гейдара Алиева. Президент республики Гуматов получил вначале смертную казнь, потом она была заменена на пожизненное заключение. После примерно 10 лет от ситки он был помилован Ильхамом Алиевым, действующим президентом Азербайджана, и в настоящее время проживает в Голландии. Вот прежде чем мы перейдем к обсуждению как этих событий, так и сегодняшних, мы хотели бы попросить профессора Али Абасова, который сейчас находится в Баку, известного историка и специалиста по конфликтологии, рассказать нам вкратце о том, как именно азербайджанцы, доминирующее население Азербайджана, азербайджанские элиты воспринимают талышский вопрос. Уважаемый Илья, прошу вас найти наушники. Талышский вопрос у нас до недавнего времени, как бы его в общем-то не существовало, особенно, скажем так, в советский период. Потому что очень большая интеграция была между талышами и азербайджанцами-терками, поскольку они очень близки к поединству религии, и те, и другие шииты, и чафариты, это то, которое также и находится в Иранской Исламской Республике. Потом практически все население талышу знает азербайджанский язык и обучение происходит. Но вот я должен сказать, что за годы установления независимости и уже постсоветское время, конечно, и искусственным образом, и, может быть, естественным образом, этот вопрос муссировался, поднимался. Существуют огромные центры, которые, может быть, даже заинтересованы в том, что это вопрос был. Вы знаете, что у нас после времен Народного фронта была образована Талышко-Муганская республика, был вопрос, что это очень сильно муссировался. Да, профессор Басков, вы только что упомянули об этом историческом факте. Да, да. Значит, есть силы внутри страны, которые, может быть, очень глупо обращаются с этим. Я имею в виду вот этот случай, когда был арестован доктор наук, который так трагически погиб, и мы в связи с этим выражали свой протест. Это имеется в виду Наврузалим Амедов, главный редактор. Да, да. В общем, по этому вопросу была вот такая ситуация, что наша демократическая общественность вызвала большое возмущение. Мы заявление представили. Но, к сожалению, существуют и, так сказать, вопросы, которые используются внешними силами. Ну, естественно, что существуют силы, которые заинтересованы, так или иначе, при определенных обстоятельствах, имеют речи и влияния на различные страны. И в этом среде и повышенный вопрос, как и другие национальные вопросы других республик. Они могут использовать республик. Ну, под примерами, я думаю, что... Да, внешними силами внутри тоже существуют достаточно. Не умные люди, которые... Но, что хочу сказать, что сейчас, как бы, этот вопрос существует. То есть отрицать его нельзя. Но, я думаю, что нету сторон, заинтересован в том, чтобы трезво вообще оценить, в чем заключается этот данный. Да, никто открыто как бы не готов его обсуждать, ни та, ни другая страна. Хотя трудно сказать, кто это, кто та сторона, а другая. Такой высокий процент интеграции среди азербайджанцев. Ну, я уже говорю азербайджанцев, но, с другой стороны, азербайджанцы, у нас как бы все население азербайджана. Сейчас хотел бы попросить нашего гостя в студии, уважаемого Исмаила Шабанова, задать вам вопрос. Вот это, когда вы говорите, что вот это лишняя сила, ну, вы не забывайте о том, что вот так вы же напомнили, вот этот 91-й год, 93-й год, Народный фронт. Наверное, не забыли слова, у тюрков, кроме тюрков, нет друзей. Вот, помните, наверное? Я просто, я всегда хотел узнать, кто эти шансы, авторы этих. Вот, вот это я в основном, что даже надо. Азербайджанцев, азербайджанцев. Видите, конечно. Мне тоже азербайджанцев. Да, возрастение тюркской культуры, к которой я отношусь очень с глубоким уважением. Я очень с глубоким уважением отношусь к тюркским культурам, к его традициям, это как великая цивилизация. Но, тем не менее, вы должны воспринимать, вы сами сейчас сказали, не готовы рассуждать. Вы должны, в том числе, воспринимать и талуржеские цивилизации, его культуру, его традицию. Меня-то забывало о том, что вот талуржеская история, талуржеская культура, это есть часть азербайджанской культуры. Девчуков, допустим, да, вот в Азербайджане же был талуржеский, вот именно наш язык, как вы знаете об этом. Но, тем не менее, если мы сегодня вот поднимаем, возрождаем эту культуру, эту традицию, это же не должно плохо сказываться на общественном сознании, или на... или власти должны относиться к этому пониманию. Просто меня непонятно, почему в Азербайджане в стыках принимают вот это слово талурж, или вообще не хотят его воспринимать. Но вы знаете, я, извините, я просто немножко здесь вас... Я не знаю, я, наверное, могу с вами согласиться, что есть люди, которые в стыке воспринимают это слово и так далее. Я хочу, что хочу сказать. Уважаемые слушатели, это был Али Аббасов из Баку с нами на связи. Сейчас у нас будет краткая пауза, а во время паузы я приглашаю Исмаила Шабанова, гостя в студии, подумать, что же имел в виду профессор Аббасов, какие внешние силы могут быть заинтересованы в талуржеском сепаратизме. Имеется в виду Россия или имеется в виду Иран?